С этой изоляцией уже и столько паники, и столько всего наговорили. Ну, я, во-первых, не знаю, на какое психологическое здоровье и как влияет. Ну, такое ощущение, что нас, я уже говорил еще в самом-самом начале самоизоляции, что нас посадили и заставили делать домашнее задание, из которого мы постоянно пытались сбежать. Так вот, когда я говорю, что в каждом человеке живет минимум три человека, родители, взрослые и дитя, мы очень боимся внутренних диалогов, внутренних конфликтов, и поэтому нам гораздо дешевле отвлечь всех наших, своих субличностей на какую-нибудь информацию. То мы поглощаем какую-то информацию, то мы вещаем какую-нибудь информацию, но не дай бог не прикоснуться к внутреннему конфликту и не задать себе те вопросы, которых мы боимся. Сейчас новый мем там появился в интернете. Сейчас эта самоизоляция покажет, кто из нас действительно интроверт, а кто прикидывался. Так вот, если учесть, что интроверты хоть как-то там с собой беседуют, они сначала воспринимают, только потом выдают наружу. Так вот, интровертам немножечко полегче в этом отношении, а экстравертам, ну, немножечко посложнее. Так вот, сейчас всё, от чего мы отвлекались, теперь мы не отвлекаемся. И, то есть, возможности отвлечься стало меньше. Поэтому, как правило, и компьютер один на всю семью, и телевизор один на всю семью, и мы, хочешь не хочешь, а надо будет общаться или хотя бы общаться с самим собой. Так вот, те, которые начинают общаться сами с собой, они начинают видеть и слышать те вопросы, от которых раньше можно было как-то отвлечься и не думать. Сейчас не думать гораздо сложнее, чем было раньше. Когда-то, когда я вёл тренинг, я видел самое полезное упражнение. Я его тогда, ну, в книжке мы его обозвали на всякий случай так «всем на тебя плевать», но у меня это упражнение называлось «насрать». И я считаю, что самая первая и самая начальная ступень, с которой начинается любое взросление, это как раз когда мы понимаем, что в этом мире до меня нет никакого дела никому, ну, если только кто-то не хочет поиметь с меня какую-то пользу. А на мои желания, на моё вот, ну, всем глубоко и свысока. Так вот, я считаю, что когда ты понимаешь, что в этом мире никому до тебя нет дела, вот, кроме тех, кто хочет с тебя что-то поиметь, пока ты это не осознаешь, пока не осознаешь, что в этом мире ты одинок, вот, просто одинок, тотально одинок, пока ты это не осознаешь, ты никогда не начнёшь взрослеть. Это я разговаривал как-то с одним ветераном боевых действий, и мы с ним сидели там, выпили чуть-чуть по глоточку сыворотки «Правды», сидели вечером, и он говорит, понимаешь, лежу, говорит, на поле боя, нога оторвана, рука изуродована, и говорит, знаешь, о чём я думаю? Думаешь о боли? Я говорю, нет. Потому что, он говорит, нет, к боли привыкаешь. А я, говорит, лежу и думаю, как жаль, что всем на меня насрать. Даже и он на меня насрать, он сказал, ещё всем. Всем по и ниже. И только потому, что он был, скажем так, выполнял должность, занимал должность офицерскую, хотя был младший офицерский состав, старшина или старший сержант, я не помню. Вот, вертолёт искал, прилетел вертолёт и искали лейтенанта. И его подобрали только потому, что искали лейтенанта, и его и подобрали. И, говорит, вот это было очень обидно осознавать, что сам я нахрен никому не нужен. Но, говорю, вот с этого момента люди вообще-то начинают взрослеть. Он говорит, вот именно с этого момента, когда понимаешь, что всем на тебя ***. Так вот, нет худа без добра. Вот сейчас мы начинаем понимать, что мы либо мешаем, либо мы не додаём, а всё остальное, ну, глубоко плевать. И вот насколько ты, пока ты ожидал, что, почему я говорил, что самое опасное, да, я сейчас говорю и всё чаще и чаще подтверждаю это, самая опасная мотивация, что мне кто-то чего-то не додал. И вот когда я спрашиваю, как ты думаешь, а с чего ради тебе должны додать, ну, как же, обо мне должно заботиться государство, обо мне должны заботиться друзья, обо мне должны заботиться родственники и так далее, я говорю, нет, вот пока ты не осознаешь, что ты совершенно одинок в этом мире, это то, что называется в привычном мире юстировка приборов на ноль. Вот ноль как раз мне никто ничего не должен. Вот этот ноль. И для кого как болезненно или неболезненно воспринимается этот ноль, есть такая хорошая фраза, что розовые очки всегда бьются стёклами вовнутрь. Так вот, когда вот эти розовые очки разрушаются, бьются, и мы начинаем видеть мир в той реалии, какой он существует, то есть мир существовал, существует и будет существовать до нас, с нами и после нас. И мы этому миру не очень-то нужны. И вот понять, кто ты есть, или то, что есть красивое такое выражение «самореализация», то есть для того, чтобы тебе осознать, кто ты есть, самость свою, и реализоваться в этом мире, чтобы тебя этот мир запомнил, и чтобы ты в этом мире стал интересен, нужен, и тобой кто-то заинтересовался, вообще-то это очень большой, длинный путь самореализации. И я считаю, что эта реализация, самореализация начинается сначала с самопонимания, кто ты, что ты, хотя бы для себя, и потом, что ты можешь предложить людям, чтобы стать им интересным. Боюсь, мы, к сожалению, очень сильно воспитаны в системе потребительства, или, как мы сейчас говорим, потреблятства. Мы научились потреблять, но не научились ничего давать. И вот сейчас жестокое, но честное время. И когда ты научился что-то давать, ты интересен. А когда ты ничего не даёшь, а только потребляешь, то единица потребления исчезла, ты никому не интересен. Более того, другим даже польза, что ты меньше потребляешь, больше останется продуктов и, грубо говоря, туалетной бумаги. Вот этот момент. Поэтому тот, кто готов реально смотреть в этот мир, реальными глазами, реально воспринимать этот мир, для того это не так болезненно. А тот, кто считал, что ребёнок ему не додали все, для тех это очень болезненный процесс. И для тех, как говорят, удар по психике. Ну, я не знаю. Для меня это не удар по психике. Если вы поставите мне 10 алкоголиков, я скажу, что каждый из этих алкоголиков пьёт по разной причине. Но есть и что-то общее. Это когда я почему сказал, что очень большая часть темы алкоголизации и наркотизации – это внутренние обвинения. А внутренние обвинения, когда внутренний родитель начинает, мягко скажем, дарить внутреннего ребёнка. И вот когда мой внутренний родитель начинает гнобить внутреннего ребёнка, вот тогда мы пытаемся опять же методом компенсаторного решения проблем принять чуть-чуть, и чтобы родаки куда-то уехали, чтобы этого ребёнка оставили в покое. А так как половина этих ребёнков правильно воспитанные, они сдерживают агрессию, сдерживают страхи, сдерживают всё, что накопилось, вот это. И когда родители уезжают, открывается пробка обиды и так далее. И вот это всё, что было запрессовано туда, знаете, как за праздничным столом. Мы сначала едим красивое первое, красивое заливное, там красивые тортики и всё, а потом всё выходит не фонтан. Так вот эта эмоциональная блевотина по алкогольному, в конфликтах, в скандалах и так далее, всплывает не самое лучшее. И это порой действительно... Алкоголь не решает проблему. Он их либо усугубляет, либо отодвигает на время. Но чаще всего, если алкоголизация, наркотизация, потому что внутреннее чувство вины, с каждым употреблением чувство вины только ещё сильнее возрастает. Поэтому, как это ни парадоксально, но алкоголь, он даёт временное обезболивающее, но усугубляет все проблемы, которые есть. Ну, во-первых, давайте злость, агрессия. Когда мы начинаем бороться со злостью и агрессией, это в корне неправильно. Не со злостью надо, надо работать с причинами злости. Давайте, что такое агрессия? Агрессия – это защитная реакция любого организма. И для того, чтобы у меня не было агрессии, если ей убрать агрессию, мы убьём человека. То есть, такое невозможно. Нельзя убирать агрессию. Надо выяснять, по какой причине человек агрессирует. А вот тогда берёшь и понимаешь, что агрессия – это защитная реакция. От чего ты защищаешься? Чего ты боишься? И если спросить, например, того же родителя, почему ты орёшь на ребёнка, ты его боишься? Там сразу кончается крик. Крик кончается моментально. Чего боится родитель, когда он кричит на ребёнка? Вот, когда человек именно начинает осознавать причину агрессии, что? Потому что либо другой партнёр, либо ребёнок, что он делает? Ну, прежде всего, он ставит под сомнение «Святая святых» – это мои стереотипы, в которые я столько лет верил. Когда мы начинаем работать с причинами, а не со следствием, да, пожалуйста. Потому что, более того, система агрессии нужна. Например, если я, представьте, уберу всю систему агрессии, всю защитность, и потом я иду с ребёнком по улице, и, не дай бог, нам грозит какая-то опасность. То дальше, как в этом фильме «Обыкновенное чудо», когда душили его любимую жену, он стоял у изголовья, я говорил «Потерпи, может, обойдётся». Ну, как-то не то. Я считаю, что необходима определённая степень агрессии. Я считаю, что у человека вообще нет недостатков. Есть неадекватно используемые качества. То есть, в одно время эти качества необходимы, в другое они вредны. А качества, раз уж эти качества у меня веками сложились, и мои предки их накапливали, то есть, они работали над нравственностью. Я говорю, что не путайте мораль и нравственность. Мораль – это правило «общее жития». Мы так договорились соблюдать вот эти правила. А нравственность – это развитие нрава, характера. И нрав может крутой быть, а у кого-то нрав кроткий. И поэтому развитие нрава – это совершенно другое. Один развивает крутость, другой развивает кротость. И кому что развивать. И поэтому одного общего рецепта для всех нету. Просто нету. И поэтому, когда я говорю, что если мужчина… Меня тут обвинили, что вот вы говорите, что если мужчина любит свою жену, то он обязан ей говорить «циц». А у нас из-за этого развалилась семья. Я понимаю, что семья развалилась не из-за этого. Я понимаю, что мужчина обязан, если он действительно любит жену, говорить ей «циц». Но этот «циц» женщина тоже должна услышать. И вот этот момент, я почему? Потому что женщина не видит границ. И не предупредить человека, которого ты любишь, о степени опасности, я считаю, это уже не любовь. Поэтому предупредить – это обязательно. А если ты обижаешься, это был такой стишок хороший, в одном переулке стояли дома, в одном из домов жил упрямый Фома. Ни дома, ни в школе, нигде никому, не верил упрямый Фома ничему. Если там помните, чем заканчивается, трусы и рубашка лежат на песке, упрямец полывет по опасной реке. Ему там что-то остановись, аллигаторов тьма. Ни пра, ни ве, отвечает Фома. Так, ни пра, ни ве, аллигатор вздохнул и сытый в зеленую воду нырнул. Так вот, если хотите, чтобы это все заканчивалось так, ну, да, бог в помощь. Я не знаю. И я считаю, что ну, вот агрессивно или не агрессивно, вот тут в зависимости от того, как женщина способна слышать своего мужчину. Кому-то достаточно поднять бровь с удивлением, кому-то надо по кого-то поднимать руку. Ну, я не знаю. Смотрите, решайте, думайте. Ну, нет ни одного решения. Если бы были вот такие простые решения, которые подходили бы всем, ну, мы бы, наверное, уже все жили счастливы. Но, если учесть, что каждый из нас в своем классе от первого до десятого, и в каждом свои задания, у каждого свои решения, ну, невозможно дать одну общую формулу для всех одинаковую. Так что смотрите, решайте и думайте. Когда вы не хотите угробить человека, а хотите заинтересованно ему помочь. Вот и все. это очень непростой ответ и не очень непростой вопрос. Потому что, когда я посмотрел, да, вот сейчас очень много консультаций идет на тему супругов. И когда смотришь даже супружеские конфликты, то муж жалуется, что ему не додали, жена жалуется, что ей не додали и так далее. и даже внутри семьи вроде бы самые близкие люди. тем не менее, опять же, проблема одна. Нет, да, а я для чего за тебя выходила замуж, ты мне вот этого, вот этого, вот этого не даешь, а я нафига на тебе женился, ты вот этого, вот этого, вот этого не делаешь. То есть, опять же, сама система потребительства. И ну вот я уже рассказывал, да, если кому-то интересно, у меня был такой цикл лекций, семинар 33, и вот там есть лекция про любовь. И когда я рассказываю, так просто, я говорю, давайте просто сейчас разложим на составляющую, у человека всего три богатства, это моё я, так, которое живёт в этом теле, тело, которое мне выдали для этой жизни, и время. Больше у человека своего ничего нет, я, тело и время. И между нами всегда есть такая прослоечка, я всё время говорил, биологически организованной гармонии. Ну, так наши учёные, которые воспитывали 70 лет в воинствующем атеизме, расшифровали Бог. Биологически организованная гармония. Так вот, и когда ты начинаешь это понимать, что семья организовывается не тогда, когда ты сначала от мамочки что-то получал, а потом нашёл второго, и вот от него что-то хочешь получить. Пока семья или то, что называется взаимовыгодный союз, потому что семья – это взаимовыгодный союз, и пока это взаимовыгодный, мы ещё как-то держимся. Но как только кому-то из партнёров становится невыгодно, то это получается паразитарный союз. И даже в паразитарных союзах есть такое понятие вторичная выгода, потому что кому-то иногда выгодно жаловаться на своего партнёра и так далее, и вроде бы он прямой выгоды не получает, это как понятие созависимой, жена-алкоголика. Она не может себе позволить ходить в рваном халате, не следить за собой, завести любовника, ещё что-то, поэтому он находит муж-алкоголика, и благодаря тому, что муж-алкоголик, он не даёт ей вот того-то, того-то, того-то она себе разрешает то, чего она не разрешала бы, будь этот мужчина другим. И работая первую часть своей карьеры, я работал в наркологии, и там был такой очень интересный парадокс, очень статистически заверенный и проверенный, как только муж перестаёт пить, ну, всё, она всю жизнь жаловалась, что он пьёт, 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 вот, всё пропивает, он перестаёт пить, в 80 случаях эти семьи распадаются по инициативе как раз тех, кто не пил, потому что непьющий муж, оказывается, нахрен не нужен, и вот эти вторичные выгоды, оказывается, тоже были важны. Так вот, когда мы начинаем оценивать выгоды, и когда я говорю, что люди, а давайте вы задумайтесь, какую пользу вы имеете от семей. Более того, я ужаснулся, потому что у меня психология нестандартная, неправильная, мои коллеги как-то со мной всегда спорили, говорили, фу, твоя кухонная психология, пусть она кухонная, но она работает. Так вот, я зашёл и в наркологию с другой стороны и с этим, поэтому я как-то в этой теме очень долго ковырялся, колупался и так далее, и когда люди удивляются, насколько мама в кавычках якобы любила меня, а на самом деле она подстраивала ребёнка под собственную жизнь, насколько мамы обижаются, если их доченька вышла замуж и её не слушается теперь маму. Она считает, что дочь предательница и так далее и тому подобное, то есть вот таких извратов настолько много, что люди, понимая, что вот те детско-родительские отношения, которые были, мягко скажем, трудно назвать любовью, потому что оказывается, больше всего раздражает, если ребёнок перестаёт подчиняться и жить жизнью родителей, и когда понимаешь, что родители хотят подчинить ребёнка в своей жизни, чтобы ребёнок, ну, говорят красивые вещи, я же тебе счастье хочу, только картинка счастья у ребёнка и у матери совершенно разная, и мать чаще всего неуважительно относится к картине счастья ребёнка, поэтому говорить про любовь и говорить про не насрать, ну, я бы сказал так, уважение именно в родственных отношениях гораздо меньше, чем уважение среди чужих. Необходимость пересматривать, ну, просто необходимо пересматривать, что-то зависло, что-то, вот если раньше это было замазано, то сейчас то, что называется контрастность повышается, и более видно, более заметно то, что когда-то не замечалось, то сейчас это замечается, это не значит, что они портятся, это означает, что вообще-то им пора уже заняться и пора пересмотреть семейный договор, чем чаще мы пересматриваем семейный договор, тем лучше, потому что меняются условия, меняются отношения, всё меняется, всё, что закон жизни такой, что всё, что не развивается, отмирает, просто, и либо мы это развиваем, либо она отмирает, а дальше, как у спортсменов, есть один к трём, спортсмен, который месяц не занимался для того, чтобы снова догнать форму, ему надо три месяца усиленных занятий, чтобы догнать ту же самую форму, это вот у спортсменов, у музыкантов и так далее, почему мы считаем, что если мы очень долго не занимались семейными отношениями, то это, наверное, на семью не распространяется, распространяется тоже, надо почаще разговаривать, надо почаще, мы, мужики, просто не хотим выслушивать женщин, потому что, ну, блядь, оно такую дурь, вот, а у неё там накипело, и мало того, что у неё там упрессовалось, накипело, так оно ещё и перемешалось, и когда оно всё это выходит наружу, ну, мне, как мужику, всё это понять просто нереально, когда я начинаю спрашивать, они говорят, ты что, дебил, не понимаешь элементарного, ну, то, что для женщин элементарно, для мужиков вообще никак не понятно, или я иногда говорю, девочки, знаете, для чего вам нужны мужчины? Для того, чтобы вы поняли, что вы говорите, потому что мужчина не понимает, он начинает переспрашивать, если он хочет понять женщину, он начинает переспрашивать, и женщина наконец-то сама понимать начинает, что же она говорит, поэтому для того, что нам друг другу чего-то говорить и начать понимать, что же мы говорим и о чём мы говорим, надо почаще разговаривать, и желательно не со стороны претензий, потому что со стороны претензий это совершенно неинтересные разговоры. Потому что даже когда ко мне приходят на консультацию сенья, я говорю, давайте так, я не буду выслушивать ваши претензии. Потому что я сейчас могу обвинить любого из вас и любого из вас оправдать. Один мой друг очень тяжело переносил элементарное слово дурак. Его нельзя было называть дураком. Ну, просто у него сразу крышу сдувало в этот момент. Кому что? Поэтому опять же можно... Хотя есть люди, которым... Человек, когда мне говорят, ко мне приходят на консультацию, и кажут женщины, вот он меня унижает. Я говорю, простите, я не пойму, как он вас унижает. Что вы не понимаете, как можно унизить? Я говорю, нет, не понимаю. Попробуйте унизить меня. Она говорит, вас унизить невозможно. Я говорю, почему меня унизить невозможно, а вас возможно. Значит, вы выше меня, ниже меня уже некуда. Так, перестаньте, я так не говорила. И так далее. Так вот, в принципе-то каждый человек сам выбирает, на что ему обидеться. И из-за чего ему расстроиться. Вот если мы живем вместе, и мы знаем больные места друг друга, то при, если я люблю своего партнера, да, я постараюсь по этим больным местам как по занозам не сильно-то вот прям шоркать, чтобы не так уж ему было больно. Ну, а общее по схеме, я уже говорил, что у нас у каждого свое я, свое тело и свое время. Вот я не имею права претендовать на чужое время, на чужое тело, и на чужое я. Поэтому это мне не нравится твой выбор. Это будет корректно. Но ты неправильно сделал, это уже некорректно. Потому что ты, это я уже осуждаю, а даже Бог не знает и никого, ну, скажем, не дал моментов, где правильно, где неправильно. И у меня есть такой девиз «Все наши беды» от того, что мы якобы знаем, как правильно и как должно быть. Так вот, когда я знаю, как правильно, это лишний раз проявление гордыни. А когда я еще другого заставляю вести «по-моему правильно», то это двойное проявление гордыни. Ну, смотрите, решайте, думайте. Я не знаю. Во-первых, для меня понятие «секс» это не половой акт. Секс – это взаимодействие полов. Почему иногда психологи, особенно такие умные и хорошие, говорят, что скандал – заменитель секса? Потому что в скандале такой же обмен энергетикой, вплоть до оргазмирования, блин, и некоторые привыкают к скандалам еще лучше, чем к нормальной половой жизни. Так вот, да, мы хотим где-то набрать положительное количество эмоций, и в идеале хороший половой акт – это когда у нас же всегда идет положительный и отрицательный баланс. Сейчас так неохота опять все это объяснять, это вторая тема моего 33 психосоматика, и там у нас есть положительные эмоции, отрицательные эмоции, и вот этот баланс, чем больше мы набрали отрицательных, тем больше желательно набрать положительных. Когда мы это не набрали, там целую математику, целая формула есть, вот, и секс он уравновешивает, но просто компенсировать, я опять же там рассказываю, что есть алкоголики, трудоголики, точно так же есть сексоголики, то есть мы пытаемся опять же компенсировать, не решая проблемы, и не убавляя минусы с этой чаши весов, мы пытаемся сюда положить как можно больше плюсов, то есть мы положительные эмоции, кто-то заедает, кто-то запивает, кто-то, даже то, что у нас считалось социально одобряемым, это фитнес-центры и так далее, и то, оказывается, это является в некоторых случаях компенсаторным, и люди становятся зависимы от фитнес-центров, и люди, которые не сходили, я парочку, три дня там или неделю, уже чувствуют недомогание, и прям как будто чего-то недополучают, и даже большая степень раздражительности, я про это слушал, это еще ладно было мелочи жизни, но когда я услышал, что люди посещали коллективные медитативные курсы, они были совершенно бесплатными, и когда человек говорит, я два дня уже не был на медитации, меня уже ломают, как наркомана, я понял, что даже такие методы компенсации, как якобы духовные практики, могут стать заменой наркотиков, так что, когда вы меня спрашиваете, я не знаю, смотря что, и смотря как, и смотря для чего, в этом месте надо разбираться индивидуально. Есть такое понятие, да, конструктивная ссора. Я могу сказать то, что мне не нравится, но с позиции это мне не нравится, а не ты такой. Вот если палец не вперед, а сюда, то это ближе к экологичности. Это мне не нравится, что жена мне не готовит завтрак. Это мне не нравится, что жена не хочет стирать мою одежду. Это жене не нравится, что я не хожу с ней гулять. Это жене не нравится, ей не нравится, потому что каждый из нас может сказать, ну не нравится, не нравится, очень жаль. И мы же этого не хотим слышать, мы же хотим, чтобы то, что мне не додали, все-таки додали, и чтоб я этого даже не требовал, а просто упрекнул, а тот в десятикратном размере свою вину загладил. И вот это сейчас тотальное обвинение, тотальное бабство, я сейчас не буду рассказывать, но для меня бабство – это манипуляции с помощью чувства вины. к сожалению, сейчас у нас и мужчины, и женщины обабились, и бабство стало таким распространенным тотальным механизмом обидки и так далее. Ну, я почему называю это бабством, потому что в сугубо мужском обществе, то есть в армии, на зоне, на заводе обидок в мужском коллективе не бывает. А когда мы начинаем друг на друга обижаться, ну, и обвинять друг друга, поэтому любое обвинение, любое обвинение на уровне души вызывает боль. Вина работает точно так же, как боль. И когда я слышу обвинение, 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 это мы друг друга сначала колем зубочистками, а потом уже переходим на ножи. И иногда вот это чувство вины убивает. Причём я уже неоднократно рассказывал, что мужчины и женщины по-разному переживают чувство вины. Мужчина, если он поверил в чувство вины, он может сдохнуть, и он становится уязвимым к наружному обвинению. Женщина же чуть-чуть лучше защищена, и если она испытывает внутреннее чувство вины, она не уязвима к наружному обвинению. Поэтому если она там сама себя ест со всем содержимым, её попытается ещё кто-то обвинить, дальше идёт скандал, а в скандале у женщины проходит чувство вины, и только чувство неопровержимой правоты. И поэтому иногда скандалы всё больше и больше начинают появляться только потому, чтобы женщине снять чувство вины. И если мы хотим решать, я как-то сказал, что в первую очередь надо убрать эмоции, это был я в командировке в Славгороде, и Капранов, я всё время говорю, что никогда не даёт советов, а там меня чуть ли не к стенке прижали, сказали, а вы дайте нам совет. там были все учителя Славгородского этого района. Я говорю, хорошо, сейчас я пойду покурю, и сейчас я вам прям дам совет. Мои коллеги на меня посмотрели, как Капранов будет давать советы. Я говорю, хорошо, сейчас. Я прихожу, и говорю, итак, если вы хотите, чтобы как-то наладить, все претензии недовольства выписываются на бумаге. Они зачем, я бы все говорю, бумага не передает эмоций и помогает людям формулировать, придавать форму своему недовольству, что конкретно, или определять, определивать предел раздражения. Так, и все эти бумаги откладываются и рассматриваются это они в пятницу после ужина, чтобы на выходные было хорошо все это прорешено. Они говорят, так вообще тогда никогда не будет конфликтов. Я говорю, вы попробуйте это выполнить. Вы хотели рекомендации? Найти вам рекомендации. И прямо сейчас забегая вперед, прямо даю рекомендации, если вы хотите действительно решать, почему вот из того, что я в жизни сделал на базе психологии, больше всего я горжусь дневниковой работой. То есть это тот аспект работы, который помогает человеку действительно что-то изменить в своей жизни. во-первых, вот когда я понял для себя, сформулировал смысл жизни, ну как сформулировал, формулировал, формулировал, а потом понял, что он написан уже несколько веков назад. Господи, дай мне силы изменить то, что я могу изменить, принять то, что я не могу изменить, и дай мне мудрость отличить одно от другого. вот точно так же, глядя на этот мир, я смотрю, что я могу в нем изменить, что я в нем не могу изменить, и вот пытаясь вот это делать, я меняю то, что могу, а от того, что не могу, я отношусь к этому как к явлениям природы, и дальше такой фильм был, а что, вы никогда не психуете, а что, это поможет, вот, что толку психовать на тему того, что я изменить не могу, ну да, например, в феврале холодно, ну что, я могу только одеться потеплее, погоду-то изменить не могу, я могу адаптироваться к этим условиям, так же и здесь сейчас, ну вот сейчас вот такая общественная обстановка, или, скажем, общественная погода такая, я ее что, могу изменить, нет, я либо к ней приспосабливаюсь, там, одеваю резиновые перчатки, кто-то еще, ну, кто-то не мерзнет и не боится заразиться, и, ну, каждый по-своему, во-первых, об этой эпидемии или пандемии у нас очень мало информации, фейков много, много всяких разных сообщений, а вот реальной информации у нас мало, нам непонятна статистика, нам непонятна природа, нам непонятна система заражения и выздоровления, мне непонятно, почему как только Лев Валерьянович Лещенко заболел, во всех газетах сразу раструбили, а то, что он выписался из больницы, нигде не сообщили, почему сообщают только отрицательную информацию, я не знаю, может быть это какая-то установка сверху кого-то и сказали, что положительные эмоции не сообщать, всех запугивать, 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 я не знаю, потому что тут же идет второй аспект человека, которого долго запугивали, легко подчинить любому влиянию, который пообещает избавитель, может быть это психологические, психиатрические трюки, может это модели манипуляций, я не знаю, но вот я посмотрел такие модели манипуляций на эмоционально зрелого человека работают гораздо и гораздо меньше, гораздо меньше паники, гораздо меньше скажем, я понимаю, что я ничего не могу изменить, но что я могу изменить? Я сказал, что самые полезные положительные эмоции, во-первых, нет ничего вкуснее в этой жизни, чем победы, и для этого можно, конечно, компенсировать и идти побеждать там, где проще, это как в том анекдоте, что ты здесь под фонарем ползаешь, часы ищу, а где ты их потерял, вон под тем столбом, а почему здесь ищешь, а здесь светлее, так вот мы порой пытаемся совершить победы совсем не там, где у нас поражение, и вот когда я осознал свои слабые стороны, и именно в том месте начинаю прорабатывать, то есть я когда говорил, что вот у нас есть чаша весов, где есть минусы, где есть плюсы, так вот, когда мы прорабатываем внутренние проблемы, мы, во-первых, уменьшаем чашу весов с минусами, во-вторых, когда мы эту проблему проработали, она же еще добавляет в чашу весов с плюсами, поэтому прорешивание внутренних проблем дает двойной эффект, гораздо выше, чем все остальное, вот почему когда-то древние говорили, человек, победивший другого воина, хороший боец, воин, победивший чужое войско, это хороший предводитель, но воин, который победил себя, герой, так вот победить внутри себя свои минусы, это самая-самая большая победа, это самая сложная и самый большой положительный навык, и опять же я сейчас призываю к тому, с чего мы начали сегодняшний эфир, заняться все-таки собой, не переделывать этот мир, вот я говорил, что человек, это машина, за рулем которой сидит наш я, можно, конечно, переделывать все дороги под свою машину, а можно модернизировать свою машину под этот мир, чтобы она была проходима в этом мире, ты, чтобы мог выбирать где-то на ней проехать. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok